Так как Минская группа ОБСЕ, созданная в 1992 году, не проявляет ожидаемой активности, Нагорно-Карабахский конфликт и по сей день не находит своего решения. Об этом на заседании, посвященном российско-турецким отношениям, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын. Он отметил, что на Россию как сопредседателя Минской группы ОБСЕ возлагается большая ответственность. Ибрагим Калын напомнил, что Турция предпринимает усилия для решения конфликта, но некоторые силы мешают этому. В 2010 году была хорошая возможность. Мы приложили много усилий для того, чтобы Армения освободила территорию Азербайджана, и на Кавказе воцарился мир. Были призывы нашего президента и совместные усилия с нашими российскими коллегами. Однако, к сожалению, кто-то вмешался в наши дела, и процесс оказался безуспешным. Настало время разрешения этого кризиса. Нужно вернуть Азербайджану захваченные земли и положить конец оккупации Армении. Пресс-секретарь турецкого президента подчеркнул, что деоккупация земель Азербайджана будет полезной для самой Армении, потому что официальный Ереван сможет развиваться только при сохранении нормальных отношений с соседями. То есть Армения, у которой такие соседи, как Турция, Россия, Азербайджан и Грузия, сможет больше остальных воспользоваться мирным положением и с экономической, и с политической точки зрения. У нас нет и никогда не было никаких стереотипов против Армении. Среди граждан Турции есть также и армяне. Ибрагим Калуна отметил, что у некоторых представителей армянской диаспоры нормальные отношения с Турцией, а другая часть пропагандирует ненависть против Анкары. При этом он подчеркнул, что нормализация отношений с Турцией больше нужна самой Армении. Решение этих вопросов поспособствует восстановлению на Кавказе стабильности и развития.